Тема такая, знаете, по моему проекту, на котором я снимаю уже около, ну, трёх лет, наверное, да, поэтому... Вот тут, знаете, в чём основная проблема? То ты должен был подойти к медицинским работникам, и у них вроде как, мне нужно там, знаете, уколоться, либо вы завершаете это, либо делаете, чтобы оно было, ну, типа, помягче, потому что я просто не могу, я уже... Ну, вы знаете, типа, вот у нас они, конечно, есть, да, но вы их должны купить на центральном рынке. Такое, типа, ну, бывает иногда вообще, типа, почему нет, да, вот, типа, ну, заходи, бывает. То есть медицинские работники только с какого-то определённого ранга смогут всё это продавать, там, обменивать, получать, так далее. Нам похуй, у нас вот нету, и вот всё, то есть, поебать абсолютно. Так много новостей, так много новостей, что я в последнее время боюсь даже их все не охватить, потому что что-то я могу пропустить, на что-то я могу не обратить внимания, и по итогу из виду упускаются какие-то очень-таки, знаете, новости, которые было бы неплохо обсудить, которые людям просто нужны, и которые, типа, такие, ну, да. Поэтому, если я какие-то новости пропускаю, какие-то там не договариваю, там что-то из обновлений всех этих я вам не рассказываю, то, разумеется, вы можете написать в комментарии под этим видеороликом, или вы можете зайти на мою страничку ВКонтакте, там под постами написать, либо же на вкладку сообщества, что самое такое оптимальное, потому что там мало всего пишут, и увидеть вас, я думаю, что мне вот будет, так, знаете, удобнее всего. Плюс уведомления из вкладки сообщества на телефон, по крайней мере, приходят, так, знаете, ну, замечательно. Прям вот хорошо, прям оптимистично, прям вот, ну, синоним еще можете какой-нибудь подобрать ко всем вот этим вот словам, которые я вам тут произношу, потому что, ну, да, почему нет? Типа, есть какие-то претензии, есть какие-то вот поводы мне не доверять в плане синонимов, или я не... Ладно, что-то мы опять немного отвлеклись. Сегодня у нас тема такая, знаете, по моему проекту, на котором я снимаю уже около, ну, трех лет, наверное, да. Поэтому, если что, то Arizona RP, Phoenix IP, а также мой никнейм, а также мой промокоз и все прочие вещи, они вообще, как бы, ну, если вы не знали, находятся в описании данного видеоролика. Заходите туда, там все это узнавайте, познавайте и ознакомливайтесь, поэтому вот, как бы, ну, заходите и все там, ну, делайте. После недавнего обновления на Arizona Roleplay появилась возможность скрафтить укол адреналина. С его помощью можно будет вывести игрока из предсмертного состояния, в скобочках, когда у него обновляется ХП, и ему не придется отправляться в больницу. Для крафта потребуются специальные рецепты, которые можно будет купить у медицинских работников. Их они будут получить с каждым Payday. Вот тут, знаете, в чем основная проблема? Я, как человек, который уже очень давно играет на Arizona RP, я могу сказать, что вот эта вот система с медицинскими работниками настолько, вот, фиговая, что ли? Потому что я могу объяснить, почему. Когда появился на серверах Arizona RP COVID-19, и нужно было доставать то ли антибиотики, то ли еще какие-то вот эти вот все вещи для того, чтобы, там, знаете, симптомы более как-то лучше у тебя, так, знаете, углы, типа, сглаживались, то ты должен был подойти к медицинским работникам, и у них, вроде как, все эти антибиотики можно было купить. У меня даже, по-моему, на геймплеях, вот, которые я там снимал за все вот эти вот долгие годы, это там, когда все это обновление с ковидом вышло, я подходил, говорю, чуваки, пожалуйста, мне нужно купить, мне нужно, там, знаете, уколоться, чтобы мне, типа, было, ну, полегче, потому что я умираю, у меня, блядь, хп просто неимоверно, вот, вообще уменьшается. У меня даже отдельный видеоролик думал, типа, когда это все закончится, там, ковид-19, Arizona RP, все прочее, как бы, я, типа, такой, чуваки, пожалуйста, либо вы завершаете это, либо делаете, чтобы оно было, ну, типа, помягче, потому что я просто не могу, я уже терплю и спорта. Последних сил, ну, хп уменьшаются, 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 уменьшаются и уменьшаются, и ты, типа, сидишь такой, ага, ну, уменьшились, это неплохо, так знаете, мое почтение, не уменьшились, а просто, вот, знаете, измельчились, можно вот так сказать. И чуваки такие, вот эти вот медицинские работники, ну, вы знаете, типа, вот у нас они, конечно, есть, да, но вы их должны купить на центральном рынке. Ты такой, охуительно, заебись, а зачем тогда вам-то эту систему придумывали, чтобы вы все это на центральный рынок сливали или что? Они такие, типа, ну, типа, ну, там вот есть такое, есть вот сякое, есть пятое, десятое, поэтому, если что, то ты, конечно, вот это вот, заходи, иногда вот бывает у нас такое, типа, ну, бывает иногда вообще, типа, почему нет, да, вот, типа, ну, заходи, бывает и так далее. Поэтому вот, как бы вы, ну, понимаете все это. И давать все это, опять-таки, тем же самым медицинским работникам. Потому что когда тебе нужно получить медкарту, когда тебе нужно получить прочие вещи, нужных чуваков не оказывается на месте. И сейчас, наверное, будет точно так же. То есть медицинские работники только с какого-то определенного ранга смогут все это продавать, там, обменивать, получать и так далее. И на вот этих вот всех рабочих местах-то, в больницах, где-то еще, будут только работники ранга вот этого всего недостигшего. И по итогу получится так, что адреналин нужен будет, но спросом он пользоваться не будет, просто потому что его нету. И тех врачей, которые его могут выдать, их также нету на месте. И ты сидишь такой, думаешь, ну, пиздец, ну, тебе подыхать, чел, лежи, пожалуйста, либо отправляйся сразу в больницу, либо лежи, там, жди, пока скорая помощь приедет. Либо там, я не знаю, адреналин все кали или что-нибудь там еще делай, потому что нам похуй, у нас вот нету. И вот все, то есть поебать абсолютно, разумеется. Вполне возможно, что все будет не так, вполне возможно, что они все это ушли, и больше таких вот, я не знаю, оплошностей, ошибок, как было, допустим, с тем же самым, там, я не знаю, антибиотиками для COVID-19 или от COVID-19, их, возможно, не будет. То есть, возможно, что они все это поправили, возможно, что они все это исправили. Потом, если что, ждите видеоролик, в котором я говорю, мол, я хочу взять адреналин, а мне его, сука, не продают, потому что нужных там по рангу людей их просто нету. Вполне возможно, что вот эти вот все адреналины, уколы и так далее, они будут у чуваков всех рангов. И тогда во всех этих фракциях Министерства здравоохранения чуваков будет намного больше. Но кто ж его может знать, как все будет? Может быть, там завтра, блядь, все на Марс улетят жить, типа, в реальной жизни, а мы тут говорим о каком-то вот этом вот адреналине на Аризоне РП. Поэтому ты такой будешь сидеть, думать, блин, вот бы сейчас адреналин, чтобы мне, сука, не умирать, там, или, там, моему другу, да, чтобы у него был, он мне, если что, вколол, чтобы был у меня, чтобы я ему, если что, вколол. А чуваков-то, блядь, нет, и ты сидишь такой, ага, ну все, ну буду, блядь, епта, сидеть, вот это вот все там, ждать своей скорой кончины. Потому что все, блядь, либо в больницу, либо, сука, сиди, жди, лежи, вообще всех вот этих вот чуваков из больницы. Когда они соизволят к тебе приехать, приедут ли они вообще, что они будут делать, какую помощь они будут тебе оказывать, и вообще, что там будет. То есть, все это очень интересно, все это очень забавно, посмотрим, как все это на самом деле будет работать. Поэтому, если вам все это, как бы, интересно, вы можете подписаться на мой канал. Тут у меня, знаете ли, новости практически по всем, ну, типа, по всем GTA-самповским проектам на Android и на компьютер, и по CRMP на Android. У меня тут Black Rush, то есть, отдельные там какие-то новости касательно Black Rush, там вот эти вот все геймплеи, мои мнения по поводу Black Rush, по поводу всех прочих вот этих вот вещей. Поэтому, если вам все это нужно, если вам все это интересно, и вам нравится моя подача, да даже если не нравится, мне похуй, подписывайтесь на канал, либо подписывайтесь от канала, ставьте лайки, либо ставьте дизлайки, пишите комментарии больше четырех слов. Я сейчас, вот в данный момент, играл на проекте Arizona Roly Play, сервере Phoenix IP данного сервера, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод Notoxic54, который даст вам определенное, знаете, количество денег. Все это находится в описании, вы можете туда зайти, там со всем этим ознакомиться, там все это посмотреть, там все это почитать, и в целом понять, что вам от всего этого нужно. Заходите, узнавайте, познавайте, и прикалывайтесь дальше во всех вот этих вот вещах. Всем спасибо за просмотр, увидимся тут же, завтра в 20.00, либо немного попозже, потому что вы все знаете, что могут случиться там форс-мажорные обстоятельства, когда я не смогу все это смонтировать, потом я не смогу все это выложить, опубликовать и прочие вещи, также я, допустим, не смогу сделать, не смогу реализовать, не смогу вообще все это вам рассказать. Ну, мало ли какие ситуации жизненные они бывают, поэтому, ну, ничего, пообещайте, рассказайте и прочие вещи сделать я вам тут не могу. Всем спасибо за просмотр, всем пока!